Здравствуйте! В эфире программа АПТА ТНС. С вами Николай Сырбов, сурдоперевод Кенжигуль Мажиковой. И в ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. Несомненно, главным политическим событием уходящей недели стала рабочая поездка президента Казахстана в Актюбинскую область, прошедшая 6 декабря. Глава государства ознакомился с развитием региона в самых разных сферах. В частности, Касымжамар Токаев был проинформирован об успехах области в реализации программы АУЛА МАНАТЭ. С начала запуска данной инициативы на 1471 проект было выдано кредитов на сумму 6,6 млрд тенге, а в сентябре текущего года дополнительные 12,5 млрд. Также президент ознакомился с инвестиционным потенциалом региона. Так, за 10 месяцев в экономику области было привлечено 804 млрд 400 млн тенге инвестиций, а всего в текущем году запланирован запуск 19 крупных проектов на 57 млрд 200 млн. Кроме того, Касымжамар Токаев посетил ряд социально-культурных объектов и дал поручение Акиму области построить в Актюбе новое здание драматического театра. Также президент Казахстана отметил необходимость решения актуальных для региона вопросов экологии. Более подробно о ходе рабочей поездки главы государства в нашем следующем сюжете. Сначала глава государства посетил Мартовский район, где встретился с молодыми спортсменами. Этот спортивный комплекс сержанца открылся два года назад. Работают кружки борьбы и футбола. Здесь тренируются более 300 человек. Отметим, что президент является главным болельщиком отечественного футбола. И он уверен, что у футбола светлое будущее. Перед нами одна модель. Это футбольный клуб Актюбе. Я сам хорошо знаю и поддерживаю футбол. Я хожу на стадион и болею за нашу команду. Поэтому я думаю, что будущее футбола в Казахстане хорошее. Любому спортсмену нужен спортзал. Место, где мы тренируемся, хорошо оснащено. Теперь мы думаем, что здесь вырастут новые чемпионы. Есть много продуктов, производящих в селе. Местный бренд пользуется большим спросом на рынке. Самый крупный малиновый поле на территории СНГ. Мы выращиваем малину, продаем в Астане, в Актюбе, в Атраву и делаем варенье. Также мы производим капусту, морковку. Став фонд «Активный солнце» в этом году положили 400 тонн капусты, 150 тонн морковки. Активатор поддерживает. Молодцы. Хорошо работает. В регионе системно реализуется проект Аула Манаты, призванный улучшить благосостояние населения. В итоге свое дело начали более тысячи человек. Один из них – Кайрат Кашканбаев. Он взял кредит и занялся выращиванием куриц. Сначала закупили кур, а потом открыли магазин. Рядом построили ангар, и в будущем есть мысли о дальнейшем расширении. Уже есть и поступление определенного дохода, это же инвестиции. После малого бизнеса настала очередь представителей крупного бизнеса, которые презентовали проекты и планы. Сумма инвестиций рассчитывается в триллионы. Доходы важны, но здоровье людей на первом месте. Вопрос экологии в регионе не выходит из повестки дня. Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание. На улучшение экологии в ближайшие 6 лет инвесторы выделят 228 миллиардов тенге. Будут модернизированы два цеха заводов и расплавов. Обновлена канализационная система. Данный завод является одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Стоимость 9 миллиардов тенге. Заняты 220 человек. Предприятие производит 5 миллионов квадратных метров керамогранита и керамических плит в год. Спрос на продукцию, который необходим для строительства, высок. Большая часть экспортируется в соседние страны. В 2024 году хочет построить следующий завод. К тому же, увеличив площадь индустриальной зоны, инвестиции придут. Опять же, это означает, что мы увеличим налоги, рабочие места. В этом году отмечается 100-летний юбилей классика казахской литературы Тахауи Ахтанова. К памятнику писателю, внесшему значительный вклад в искусство, президент возложил цветы и почтил память. Имя Ахтанова присвоено единственному в Ак-Тубе драматическому театру. В здании находятся две труппы – казахский и русский коллектив. Несмотря на то, что здание небольшое, в год его посещают 80 тысяч зрителей. Старый театр, фундамент которого был заложен в 1944 году, сильно изношен. Требуются современные здания. Что касается этого театра, то театр в целом хороший, но изношенный. Поэтому я сказал Акиму, что нужно построить новый театр. В 1978-1979 годах был проведен капитальный ремонт. В 2019 году был произведен ремонт, но только был облицован экстерьер и обновлены зрительный зал и сценическое оборудование. Вообще само здание требует небольшого ремонта. Объявленный вами принцип межнациональной политики – мы разные, но мы равны. Это наша повседневная реальность. И спасибо вам за это. Вы знаете, но мы не такие уж и разные. Мы ведь сказали на 32-й сессии Ассамблеи, что наш бирюзовый паспорт, наш небесно-голубой флаг – это современные символы нашей идентичности. Паспорт, как уникальный символ, дающий право на гражданство Казахстана и делающий нас благоприобретателями частицы того уважения, которым наша страна пользуется в мире. А наш флаг – это как глубокий, всеобъемлющий тенгри, обеспечивающий нашу идентичность. Да и великая степь она привнесла во всей цивилизации многое и, не чураясь, вобрала в себя лучшее. 90 национальностей проживают в нашем регионе. Это наш общий генофонд. Действительно, единство в многообразии – это лозунг, это тезис, не я придумал, это тезис, который проповедует Организация мирных наций. И эта идеология абсолютно применима Казахстану. Я очень рада, что мы современники, что мы все вместе вершим историю малой и большой родины. Мы принимаем все реформы, участвуем в программах. Я лично представляю гражданского общества, 25 лет занимаюсь продвижением интересов людей с инвалидностью. Сегодня благодарю Родину за то, что она дает возможность раскрыть наш потенциал, дает оценку нашему результату. Раховенство законное. Для нас это крайне важно. Без этого мы не сможем построить успешное государство. И, конечно, тарты, тарты, дисциплины должны быть такими тщательными во всех делах. Поэтому нам нужно обязательно уделить внимание воспитанию молодежи. Если мы будем вместе находиться, если будем поддерживать порядок в нашей стране, Казахстан никому не нужен, кроме нас. Поэтому развитие Казахстана – это дело наше государственное дело, это дело народа. Также президент посетил школу «Смарт-белим», которая открылась в этом году. Частное учебное заведение изначально рассматривалось как платное. После того, как из казны были выделены средства, была преобразована в общеобразовательную школу. Для школьников открыто более 30 кружков. Данное заведение помогло решить проблему дефицита мест в новом районе. Также глава государства посетил Октябрьский университет имени Кудайбергина Жубанова. На базе заведения в этом учебном году был открыт филиал британского университета «Хэриот Ватт». Это его третье представительство в мире после Дубая и Малайзии. Треть профессоров приехали из-за рубежа. В этом году было принято 300 студентов по трем специальностям – электроэнергетика, нефтяная инженерия и энергоменеджмент, компьютерная инженерия. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, Абтатанасы. 5 декабря в мире отметили Международный день волонтеров. Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Добровольчество – это огромный возобновляемый ресурс для решения социальных, экономических и экологических проблем во всем мире. В условиях растущих проблем первыми приходят на помощь зачастую добровольцы. Они оказываются на переднем крае борьбы с кризисами и чрезвычайными ситуациями, часто в очень сложных и тяжелых ситуациях. Праздник волонтерства важен для октябрьских добровольцев. На сегодня в регионе в более чем 160 клубах задействованы порядка 5,5 тысяч человек. В числе активных волонтерских отрядов – студенческие, экологические, поисковые клубы. В преддверии Международного дня волонтеров в ОКТОБе прошел ряд мероприятий, самые запоминающиеся, чествование самых активных добровольцев и семинар-тренинг. В деле охраны общественного порядка помощь волонтеров велика. Они не просто следят за безопасностью населения наряду с полицейскими, но даже пресекают преступления. Именно поэтому в преддверии их профессионального праздника в департаменте полиции прошло чествование местных добровольцев. Роль волонтеров для казахстанского общества велика. Для полицейской службы добровольцы также имеют большое значение. Они выезжают с нами в рейды, организуют профилактические мероприятия. Поздравляю всех наших активных горожан и жителей региона и благодарю за сотрудничество. Ваш труд очень важен для нас. Всего в регионе 164 волонтерских клуба и примерно 5,5 тысяч волонтеров. Они помогают людям разными способами. Одни поддерживают малоимущие семьи, другие работают через соцсети. К примеру, на страничке «Зелопоиск» постоянно объявляют о поиске актюбинцев, которые потерялись. После публикации собирается группа поисковиков-волонтеров. С начала года команда нашла более 150 человек. За год наша команда была на 150 поисковых мероприятиях совместно с полицией. Конечно, многие найдены. Слава богу, есть тяжелые ситуации, которые мы совместно переживаем. В нашем инстаграме 69 тысяч подписчиков. Спасибо большое нашему народу. Они очень помогают во время информационного поиска. Они нас ориентируют. Если где-то видели пропавшего без вести человека, сообщают нам. Тем самым, конечно же, облегчают поисковые мероприятия. Нашей команде уже 6 лет. Нас никогда не забывают, приглашают. Нам очень приятно. Спасибо большое департаменту полиции. У нас идет тесное совместное сотрудничество в поисках. Благодаря волонтерам с начала года раскрыто более 20 уголовных дел, а также более 300 административных правонарушений. В ходе торжества полицейские отметили важность активной общественной позиции и поблагодарили волонтеров за их работу. С начала года было проведено 274 мероприятия для поддержки волонтерских начинаний молодежи. В них приняли участие 12,5 тысяч человек. Волонтерский клуб студентов-медиков в Ак-Тубе появился еще в 2011 году. За 12 лет состав несколько раз обновился. Но цель будущих врачей одна – дарить добро и проявлять милосердие. Курирует деятельность медико-волонтерского клуба отдел социально-психологической поддержки. Мы вместе составляем годовой план работы. Когда ребятам поступают запросы от нуждающихся в оказании материальной поддержки, покупке лекарств, мы пишем письмо руководству для выделения средств. То есть материальный университет помогает нашим волонтерам. Студенты наши участвуют в эко-акциях, мероприятиях регионального масштаба. Маржану Розаева учится на втором курсе. В волонтерском клубе состоит с первых дней учебы в университете. В будущем она хочет стать терапевтом. И навыки общения с людьми во время благотворительных акций помогут ей в становлении, как специалиста считает девушка. Врачи самое главное – это общение с людьми. Надо находить с любым человеком общий язык, потому что к тебе приходят разные пациенты. И ты должен находить с каждым пациентом общение. И волонтерство этим тоже помогает. Потому что мы видим разные ситуации, разных людей. И это в жизни нам обязательно понадобится. Медики-волонтеры сдают кровь, посещают детские дома, дом престарелых, занимаются социальными, можно сказать, социальными работами. На сегодня в клубе медика-волонтеров состоят более 200 студентов. В основном из младших курсов. Ребята занимаются организацией материальной и продуктовой помощи для нуждающихся семей. Выезжают в центры для детей, инвалидов и престарелых, чтобы создать для постояльцев комфортные условия для социализации. Выбираются в домах пожилых актюбинцев. Важным волонтеры считают медицинское направление деятельности. Ведь они проводят профилактику вредных привычек и распространение инфекционных заболеваний. А также обучение населения первой доброчебной помощи. А в ходе семинара, прошедшего в канун Дня волонтеров, добровольцы собрались, чтобы обсудить важную социальную роль деятельности в нашем обществе. Волонтеры вносят посильный вклад в улучшение жизни других людей. Помогают пожилым, участвуют в общественной жизни города, области и даже страны. Они помогают, ничего не ожидая взамен. Существует много направлений волонтерства. Тема волонтерства у нас в Казахстане на сегодняшний день очень широко распространяется. И я думаю, что мы на хорошем уровне. Потому что, если взять годами 3-4 назад, тема волонтерства у нас не была такой актуальной. Но вот с момента начала пандемии в рядах волонтеров, которые помогали людям, не только у нас, но и по всему Казахстану. И за счет этого, за счет таких работ, я думаю, мы смогли дать обществу понимание, что волонтеры – это не просто люди, которые занимаются безделием, это отважные ребята, добродушные ребята. На семинар были приглашены молодые люди, которые успешно занимаются волонтерской деятельностью. Они поделились опытом с ребятами и рассказали о себе. В их числе и Кадырбек Рахимов. Волонтерскую деятельность он начал в 2014 году. Разносторонние направления – это юридическая помощь, помощь инвалидам, продуктовая адресная помощь и взаимосвязь с государственными учреждениями. В начале года, например, мы помогали гуманитарной помощи Турции, братской стране, помогали в сортировке продуктов и вещей. Также мы в аэропорту помогали загружать. Также мы осуществляли благотворительную помощь центру инвалидов, такие как Балашака Синдам, находится на Санкт-Покингбайбатре. И организовывали отдых в парке Гринвенд. В моем движении сейчас 17 человек. Также на семинар были приглашены добровольцы из города Уральск. В ходе мероприятия гости поделились опытом с актюбинскими коллегами. И в продолжение темы, как мы уже поняли из нашего сюжета, деятельность волонтеров проводится по разным направлениям. Отрадно, что в этой деятельности активно участвует молодежь. И сегодня у нас в гостях Асим Амонтаева, волонтер, который расскажет подробнее о волонтерской работе в образовательной сфере. Асим, расскажите, как вы пришли к волонтерству, почему решили заниматься этой деятельностью? Я пришла к волонтерству в 2020 году, в 2022 году точнее. Я начала волонтерить в американском уголке, у нас в Ахтубе, если вы знаете. Я веду клуб, мовиклуб, мовиклаб, киноклуб и спикинг иногда. То есть я создала этот мовиклаб, я являюсь координатором. На данный момент я веду мовиклаб. Что за мовиклаб? Чем занимаетесь? Мовиклаб мы смотрим фильмы, американские фильмы и потом ведем дискуссии. Каким образом? Например, мы час смотрим фильм или час-полтора, и у нас остается полчаса, и мы смотрим просто, точнее обсуждаем, дискуссируем. А для чего это нужно? Это для того, чтобы вдохновлять, смотреть фильмы, чтобы брать идеи какие-то, чтобы молодежь проводила время свое полезно. И вот изучала английский. Наша главная цель – это изучать английский. А, то есть иностранные языки изучать, да, в основном? Да. Ну почему именно волонтерство? Почему выбрали? Вам кто-то подсказал, вы сами решили? Никто мне не подсказывал. Я сама выбрала волонтерство. Я всегда хотела помогать людям, и это делает меня счастливой. И, с одной стороны, это повышает мою уверенность. Понятно. Ну помимо фильмов, чем-то еще можешь заниматься? Да. Я сама перевожу, занимаюсь переводом фильмов, песен с английского на казахский. У меня есть инстаграм-аккаунт, профиль называется «Казах лишь». Я оттуда публикую все свои работы, даже рок-песни и рэп перевожу с английского на казахский. До этого никто этим не занимался, например. Понятно. То есть вы единственная, кто занимается этим у вас? Да. Вообще в Казахстане, я думаю, только я, к которой вообще пришла такая идея. Потому что в основном песни, рок-рэп переводят чисто на русский, но не на казахский. Это очень сложно на самом деле. Там сленги всякие. Также я являюсь TED-волонтером. TED-выступление, если вы знаете, TED-эдукейшн. Я вот тоже являюсь TED-транслейтором казах. Мы в Казахстане, то есть в их группе состоим. Ну, это направление вам помогают делать или вы это сами занимаетесь? Есть, наверное, единомышленники, которые помогают? Есть, есть. Единомышленники есть. В этом году я побывала в Астане на TEDx-конференции. Меня туда пригласили, например. Там я нашла свой нетворкинг. Познакомилась с очень крутыми людьми, прям классными. Теперь, зачем я это делаю? Это мне помогает изучать язык. То есть я по профессии переводчик, педагог. И когда я занимаюсь переводом, я не только другим, я и себе тоже. Я свои скилсы, то есть навыки улучшаю. То есть это вам тоже дополнительный? Да, это тоже. Кто входит в вашу команду? Сколько человек у вас? Вообще TED-транслейтерс у нас где-то 6-5 активных. А я чисто вот это переводом песен сама заработаю. Ну, вы еще учитесь, работаете? Чем занимаетесь? Я, если честно, я очень разносторонний человек и активный. Я учусь и работаю, и работаю в креативном агентстве, например. Также я занималась соцпроектами вместе с НПО. Петропавловск, у меня там друг живет, и мы с ним вместе тоже социальные проекты, медиапроекты разрабатывали в этом году. Два проекта сделали вместе. Какие это проекты? Первый проект — это Еркен-Суле. Цель проекта — повышать гражданский активизм. А второй — это Энчинбернде. Мы провели опрос на 600 человек в городе Петропавловск. Сделали опрос для молодых. Цель была определить, как иностранные медиа влияют на молодежь Петропавловска. Ну, эти же проекты или еще какие-то другие, может, планируете тоже реализовать в октябре? Да, мы планируем. Мы планируем дальше развивать Еркен-Суле. И я планирую открыть свой НПО здесь в октябре, например, в следующем году, когда я его выпущусь. И здесь этот проект тоже развивать. Свои собственные проекты. А на кого вы учите, с кем работаете? Не мешает ли это вам волонтерская деятельность? Хватает ли времени? Нет. Мне времени хватает. У меня хороший тайм-менеджмент. Я учусь на… У меня специалист называется «Английский язык информатика». То есть я педагог и переводчик. А, то есть вы и учитесь, и работаете это время? И времени хватает? Да. Я еще вот этот… Что и чем еще? Я еще иногда вот танцую тоже. Ну, вот, разными деятельностями занимаюсь. Ну, какие планы дальнейшие по развитию волонтерства? Может быть, какие-то еще социальные проекты помимо языкового? В моих целях это главное образовательное волонтерство, то, что я хочу именно развить у нас в городе Ахтубе. В самую первую очередь я хочу создать свое НПО. И вот я создам свое НПО, тогда я только смогу свои социальные проекты реализовать. Медиапроекты могу тоже. Наверняка уже в голове какие-то проекты прокручиваются. Сейчас я подаю заявку на разные гранты от гос, там, иностранных. Сейчас мой проект называется, который я хочу разработать, то есть я подала заявку. Хочу создать Академию фактчекинга. Фактчекинг — это проверка информации на достоверность. Зачем это нужно? Для того, чтобы повышать критическое мышление молодых людей. То есть все ваши основные проекты, они направлены, прежде всего, на молодежь? Да, действительно, на молодежь. На образование молодежи, чтобы было доступное образование, чтобы они учились, чтобы даже я вот недавно организовала семинар в университете вместе с преподавателем информатики на тему кибергигиена, кибербезопасность. Что это? Разъясните нам, расскажите. Кибербезопасность — это информационная безопасность, это защита персональных данных. То есть как защитить свои персональные данные в сети онлайн. Это еще входит онлайн права человека в это. Соответственно, кибергигигиена — это то же самое. Да, кибергигиена — это как мыть руки, но это уже в интернете нужно это делать чаще. То есть считаете, это актуально сегодняшнее? Это очень актуально. Сейчас много видов мошенничества, поэтому это актуально. А как считаете, почему в последние годы особенно волонтерство активно развивается, очень много людей идут в эту сферу? С чем это связано, ваше мнение? В первую очередь молодежь стремится к волонтерству, потому что они хотят поступить в зарубежные университеты. А в зарубежных университетах очень ценят волонтерство. Например, в Америке, в Европе это очень ценится. Это личная выгода, я считаю. Но второе, наверняка, люди сейчас, очень много людей находятся в стрессе. Мир очень кругом хаос, полный беспорядок. Они ищут поддержку, они ищут спокойствие души, а волонтерство это компенсирует. Ну, Асим, вы очень интересный собеседник. К сожалению, время нашей программы истекает. Очень было много чего интересного от вас услышать. Желаю вам удачи и успехов во всех ваших начинаниях, во всех ваших делах, которые вы планируете. Уважаемые телезрители, напомню, что у нас в гостях сегодня была волонтер Асима Амантаева. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы Аптат в НСС смотрите в следующее воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин